Здравствуйте! Вы смотрите интервью. Мы находимся на Красноярском экономическом форуме в выездной студии телеканала Енисей. И мой гость Виталий Королев, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России. Виталий Геннадьевич, здравствуйте. Виталий Геннадьевич, вам как представителю такой регулирующей структуры государственной. Какие площадки больше всего будут интересны на Красноярском экономическом форуме? Интересно несколько площадок. Во-первых, это круглый стол, касающийся ГИС ЖКХ. Сейчас у всех на устах очень интересная тема, как она будет внедряться, есть ли проблемы во внедрении, какой функционал должен быть платежный или только информационный, как внедряется, какие есть замечания и предложения. Тем более, что с 1 июля она вступает в силу как обязательная с точки зрения внесения в нее соответствующих сведений о платежах, а с 1 января вступает ответственность за невнесение их сведений. Таким образом, актуально вовремя обсудить. Это государственная информационная система ЖКХ, да? Да, ГИС ЖКХ. ГИС ЖКХ. Вот расскажите, пожалуйста, хотя бы чуть-чуть о том, как она должна функционировать и что она даст нам, обычным потребителям услуг жилищно-коммунального хозяйства? Разработчиком системы является Минкомсвязь. Они такие явные апологенты ее, они говорят о том, что система позволит в одном месте, в одном ресурсе получить информацию о конкретном платеже конкретного гражданина. Не вообще о тарифах, не вообще о платежах, а конкретная платежка будет формироваться в ней. И только после того, как платежка появится в этой системе, гражданин будет обязан ее оплатить. Вот такое у них предложение. Если нет платежки, но товар поставлен, платить не нужно. Вот у них такое предложение, оно не у всех находит пока поддержку. Еще будет интересная площадка, связанная с развитием электрогенерации. Эта площадка будет посвящена развитию угольной генерации, перспективам развития угольной генерации, вообще перспективам крупной генерации и конкуренции между крупной генерацией и локальной генерацией, которая активно развивается у нас, распределенная генерация, когда потребитель для себя считает возможным построить свой источник электрической тепловой энергии и отделиться от центральной энергосистемы поясните пожалуйста эта тенденция сейчас приобретает все больше более активный характер когда потребитель полагает что ему гораздо выгоднее построить собственный источник например котельную для тепловой энергии и он будет получать сам закупать соответствующего топлива сам вырабатывать но не будет платить ни теплосетям не генератору который в централизованной системе теплооснабжения находится вот аналогично по электрике а как федеральная антимонопольная служба здесь какой контроль такой интерес интерес в том что так как мы являемся помимо антимонопольной службы еще и тарифным регулятором с июля 2015 года нам переданы функции ликвидированные службы по тарифам здесь очень важно что мы давно говорим что чем выше тарифы тем больше потребитель будет искать альтернативу этим высоким тарифам поэтому уважаемые монополисты лучше сдерживайте свои аппетиты для того чтобы потом не на кого было их возложить так что старайтесь все-таки так сказать не снижать объем объем ваших услуг продаваемых а старайтесь сдерживать уровень тариф чем мы собственно тоже занимаемся но регуляция тарифов от находится в вашей вашей компетенции а какова компетенция я могу пояснить например у нас был случай когда мы выявили в забайкальском крае завышение тарифов на 35 процентов и мы своим решением такие тарифы отменили и дали указание тарифному органу субъекта принять решение внутри тех предельных уровней роста тарифа которые мы им утверждали соответственно такое решение принято нами может быть в общем порядке мы принимаем предельный минимальный максимальный уровень например тарифов для на электрическую энергию для снабжения населения и внутри этой вилки тарифный орган субъекта принимает соответствующее решение если он выходит за пределы этих предельных ограничений мы вправе это решение отменить и предписать ему его пересмотреть Здесь одной из главных тем Краснодарского экономического форума будет все-таки такая модернизация системы управления, государственного управления. И ФАС это один из главных органов, корректирующих, управляющих, надзирающих. И вот в отношении Федеральной антимонопольной службы зачастую складывается такое мнение, что это все-таки организация, которая больше мешает развитию бизнеса, нежели помогает. Вот как вы относитесь к такому утверждению? Ну, Федеральная антимонопольная служба, ее, собственно, основное предназначение и даже девиз в том, чтобы защищать конкуренцию для развития экономики. Если мы, допустим, чтобы крупнейшие компании злоупотребляли своим доминирующим монопольным положением, то, во-первых, у нас взлетят тарифы, во-вторых, они останутся единственными на рынке и никто не будет составлять им конкуренцию. Как только есть конкуренция и мы можем сравнивать цены одного поставщика соответствующей услуги и другого, тогда тарифы автоматически выравниваются и цены до адекватного уровня. И здесь вот это взвешивание и баланс – это наш функционал основной. Конечно, мы органы регулирующие, мы ловим нарушителей, в том числе наказываем их показательно, но у нас основная цель не в этом, а создать условия для развития экономики. Если эффективно компания действует на рынке, не злоупотребляет доминирующим положением и при этом она даже крупная, мы к ней претензий никаких не имеем. Что касается развития не крупного бизнеса, а малого бизнеса. Вы знаете, сейчас есть такая тенденция, и на мой взгляд она абсолютно оправдана в существующих экономических условиях, когда хотелось бы, чтобы регионы стремятся развивать бизнес внутри своих городов, своих сел, своих поселков и каким-то образом дать им преференции, ну допустим, в контактах с большими крупными фирмами тех же самых регионов. И здесь вот этот момент конкуренции. Иногда существуют компании, пришедшие из дней, или просто компании-однодневки, которые мешают вот этой конкуренции. По закону, да, они выигрывают тендеры, они выигрывают какие-то там гранты и все остальное, но по факту, как таковыми, они не являются потом исполнителями своих обязательств. Понятен ваш вопрос, но здесь есть несколько вещей, которые я хотел бы сказать. Первое, это то, что у нас на законодательном уровне введена норма о том, что крупнейшие компании должны определенный процент закупок обязательно закупать у субъектов малого бизнеса, обязательно, ни у кого другого закупить не могут. Что касается фирм-однодневок, то здесь очень важный момент, связанный с тем, что у нас законодательство о госзакупках построено очень жестко, и если компания один раз засветилась в ситуации, когда она не смогла выполнить взятые на себя обязательства по госконтракту, она попадает в реестр недобросовестных поставщиков с первого раза и навсегда. Таких больше и не надо, по сути дела. Она почему называется однодневка? Мы создали на один раз, один раз сняли куши и перевешли... Дело в том, что госзакупки сейчас у нас устроены таким образом, что почти всегда, почти в подавляющем большинстве случаев, в 90% случаев, не побоюсь этого слова, у нас сначала идет исполнение, а потом оплата, и зачастую невозможно что-либо получить, не исполнив, потому что мы очень долго на это все прорабатывали, и такие ситуации, конечно, были причиной ужесточения законодательства в этой сфере. Но с другой стороны, возможно ли послабление какое-то в законодательстве? Чья должна быть инициатива, например, чтобы изменить вот этот подход, дать возможность развиваться компаниям, которые, может быть, предлагают услуги дороже, но гораздо качественнее и надежнее? Вот как здесь поступить? Здесь зависит все от того, как сформировано техническое задание. Если заказчик смог описать объективные характеристики, которые и смог обосновать, что они нужны ему именно такого качества, не выше и не ниже, то это и будет то, что он получит. Должен быть такой конкурс, чтобы были четко описаны технические характеристики, недвусмысленно, но при этом не ограничивался объем участников, которые туда придут. То есть они должны быть добросовестными и принять честь. Я вам хочу сказать, что за последние годы было внесено порядка полутора тысяч поправок в законодательство именно, о закупках государственных. Это означает, что оно такое пока несовершенное, что все-таки придется его и дальше модернизировать, а лучше бы его кардинальным образом изменить, имея в виду возврат к принципам 94-го федерального закона, который был заменен 44-м, когда целый ряд существенных серьезных институтов было изменены в худшую сторону, к сожалению. Вы сказали о дивизии федеральной темпной службы и в то же время развивать условия для бизнеса. А в чем вы видите свою функцию развития условий для бизнеса? Во-первых, мы обеспечиваем, чтобы был недискриминационный доступ к ресурсам, к ресурсам инфраструктурных организаций. Например, очень важным моментом является подключение к инфраструктуре, к газовым сетям, к электрическим сетям. Новый бизнес приходит, он что-то строит, открывает новый офис, ему нужны новые мощности. Мы обеспечиваем, чтобы ни один монополист не был в праве отказать потребителю в получении этих ресурсов. Например, если говорить об электрических сетях, о чем я очень хорошо знаю и занимаюсь этим ежедневно, то мы продвинулись в международном рейтинге doing business по доступности технологического присоединения к инфраструктуре более чем на 100 позиций за последние годы. То есть вошли в 20-ку лучших по миру, заняли 17-е место. И в этом смысле мы действительно смогли здесь сделать прорыв. Как только компания-монополист нарушает требования законодательства и не подключает к электрическим, например, сетям, сразу же включается антимонопольная служба и привлекает к ответственности, заставляя все-таки свои функции выполнить. Возвращаясь к СНФ, все-таки для вас, что здесь самое важное? Вот именно в таких форумах, в таких вот сообществах, в таких собраниях? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я на форуме многолетний уже гость, так сказать, и участник. Хочу сказать, что здесь в этих форумах важно, именно красноярских, и что здесь есть охват, с одной стороны, всеобъемлющий с федерального уровня, потому что приезжают высокопоставленные чиновники и рассказывают о тенденциях и новых направлениях. Но также есть и очень точное и четкое схватывание особенностей региональных, в том числе Сибири. Потому что Сибирь, очевидно, регион самостийный, он очень большой. Я здесь родился. Я очень хорошо его понимаю. И в этом смысле, мне кажется, что здесь вот сочетание региональной и федеральной повестки дает возможность по-другому взглянуть на те вещи, которые, глядя на них в отдельности, смотрят совершенно по-иному. Вот, например, управление, новое администрирование в государственном управлении, конечно, это такая повестка, которая давно стоит в правительстве. Всех нас постоянно обучают новым методом управления. И мы считаем, что на примере федеральной антимонопольной службы, как тарифного регулятора, мы пытаемся это внедрять. Наши принципы. Инфляция минус, сохранение экономии, если компания эффективно работает, и возможность для предоставления широкого спектра доступа к инфраструктуре тем компаниям, которые это требуют. Вы знаете, мы стараемся слышать регионы всегда. И правительство, это коллегиальный орган, оно тем и хорошо, что мы даже федеральными органами часто спорим, и спорим ожесточенно. И в этих спорах рождается истина. И в этом смысле коллегиальность правительства очень полезна. Спасибо за интервью. Спасибо. Моим гостем был Виталий Королев, заместитель руководителя федеральной антимонопольной службы в России. Редактор субтитров А.Семкин